Можно ли в мороз отдыхать с интересом и пользой? Да, доказал второй по счету Омский Турфест на Зеленом острове. В парке работали 22 разнообразные площадки. Каждая рассказывала историю о зимнем досуге. Своим опытом с гостями поделились резчики по льду, фотографы и спортсмены. Каждый, пришедший в палатку мастер-классов, смог узнать больше про альпинизм, фотографию и туризм в целом. Организаторы фестиваля «Центр развития туризма «Увлеченный я» при поддержке Министерства спорта и Министерства культуры рассказали, что в Омске масса мест для отдыха и увлекательного досуга. А главный плюс Турфеста – все можно было попробовать самому. Особенно большая очередь выстроилась на зимнюю тарзанку. Такие чувства, как будто в горах. Мы туристы в основе находим в горы. Поэтому, не знаю, полет, ощущения. Одна из площадок Турфеста – школа выживания. Звучит зловеще? Совсем нет. Опытные туристы давали гостям возможность ненадолго забыть о городской жизни и научиться ставить палатку, разводить костер, пилить дрова и ходить на лыжах. В общем, проводить время по-сибирски. Городские жители привыкли отдыхать в городе, а здесь как раз есть возможность увидеть, как поставить палатку, как сделать костер, как лыжню проложить на охотничьих лыжах. Вот мы сегодня пришли сюда и с палаткой, и с охотничьими лыжами, и со всем тем обмундированием, и нентарем, с которым мы ходим в лыжные походы. Но если лыжи – это для вас совсем просто, то альпинистские кошки попробовать стоит. Простое приспособление вдовесок к обуви и идеальное сцепление с дорогой. А мечи, попробовавшие кошки, шутят, что в заснеженном городе – это лучшее средство передвижения. Мы предлагаем попробовать сегодня, так скажем, самые простые навыки движения по снежно-ледовому рельефу в кошках. Координация, конечно, улучшается и, может быть, пригодится, да. Можно с уверенностью сказать, что формат фестиваля очень полюбился омичам. И есть надежда, что турфест с каждым годом будет привлекать все больше омичей.